Безусловно, 2021 год был очень непростым для всей системы образования, и те ограничения, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции, привели нас к необходимости поиска такого нового формата обучения, который соединял бы оффлайн и онлайн формат обучения, использовать все эти новые возможности, которые дает онлайн обучение, но при этом максимально сохранить наставничество между педагогами и студентами, надо сказать, что, конечно, 2020-2021 год привел к тому, что если до этого примерно 30% обучающихся использовали онлайн формат в процессе обучения, то сейчас 100% используют, и задача как найти оптимум с учетом тех ограничений, которые есть, но все-таки дать возможность студентам и школьникам непосредственно общения с преподавателями, что очень важно. Второе, я, наверное, сказал бы, что, мне кажется, важным таким шагом в системе образования, на который я хотел бы обратить внимание, это объявленная Министерством науки высшего образования программа «Приоритет 2030», где, собственно, перед вузами стоит задача посмотреть на те перспективы, те задачи, которые стоят для обеспечения конкурентоспособности российской экономики, российской науки, вот через 10 лет и сформировать подходы к трансформации системы образования в научной деятельности, в системе подготовки кадров, в различного рода других направлений действия международным позиционированием российской системы образования, вот для того, чтобы ответить на те вызовы, которые стоят перед системой образования, потому что, безусловно, цифровая трансформация так быстро все меняет, что система образования должна опережать эти вызовы, отвечать на них, прогнозируя вообще будущие потребности в кадрах, прогнозируя будущие потребности в квалификации специалистов, такие новые подходы, как математическое моделирование, искусственный интеллект, аддитивные технологии, все это требует такого прогноза будущего и деятельности, направленной на то, чтобы этот прогноз удовлетворить. И я в этом плане считаю, что, мне кажется, это было таким важным элементом в системе образования в 2021 году, по крайней мере, с моей точки зрения, и со стороны общественной палаты, которая, в общем-то, комиссия по науке и высшему образованию, общественная палата, аккумулирует вокруг себя те вопросы, которые возникают в обществе. Ну, я думаю, что, может быть, то, о чем я сказал, является, с моей точки зрения, важной частью этого года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok